Проходили врачи, полтора месяца ему было, они не очень любят, да, говорить там, рассказывать про диагноз. Говорят, вы всю жизнь будете мучиться с ребенком. Сильные проблемы начались с года, то есть бесконтрольное поведение, я хочу, истерика. Мне все родственники говорили, что у ребенка проблемы ты не видишь, а я как мама, нет, мой ребенок здоровый. Я уже понимала это все, когда мы пошли в школу, столкнулись с проблемами. Мы начали проходить комиссию, так как 8 лет пошли в первый класс, в психоневрологические диспансеры нас направили. Были диагнозы по поводу поражения головного мозга, они уже были, а именно аутизм, инвалидность нам поставили на батальоны 15 в Волгограде. Все обострилось. Последние два года у ребенка пошел откат в развитии. Раньше я могла его спокойно отправлять гулять с детками. Он ходил в магазин, то есть он читать до сих пор меня не умеет. Нам врачи говорят, что они в 18 лет могут не научиться читать, писать. Вот, математика, да, хорошо. Они вот дети с аутизмом, у них по математике больше, они русский плохо воспринимают. У меня мама умерла 6 месяцев назад. И это произошло все на глазах у него. И, видимо, тоже какой-то нервный срыв он получил. И у него появились повторяющиеся движения. То есть шаг вперед, шаг назад. В эту квартиру заходим вперед-назад, вперед-назад. И он уже боится дотрагиваться лишний раз до предметов. Я обращалась с этим вопросом Волгограда, психоневрологический диспансер, где мы стоим, на учете. Говорю, что делать? Они не знают, они нам даже не рекомендовали вообще ничего. Если это не лечить, то дальше он будет причинять вред сам себе. То есть биться головой об стенку, вот эти повторяющиеся движения. Звонила в комитет по здравоохранению. Я говорю, может быть, поможете, посодействуете куда-нибудь нас по квоте, отправите на реабилитацию. Ложите ребенка в психиатрическую больницу. Я говорю, ну, там типа будет вам реабилитация. Как это? Со вторым ребенком 27 апреля начали судороги у ребенка днем. Были сильные судороги, болело сердце у ребенка, задыхался. Говорил, мама, я умираю, помогите. Реально, я думала, каждый вот приступ такой, я думала, у меня ребенок умирает. И врачи, как бы, ну, тоже не могли диагноз поставить. Нам только, то есть разводили руками, делали нам только обезболивающее. Мы ждали 4-го числа, когда нас переведут в Волгоград. Когда перевели в Волгоград, сделали там обследование на ихнем уровне и поставили эпилепсию. То есть у ребенка сильные судороги, рвоты, потери сознания, ужасные головные боли, что он с ума сходит от этих головных болей. И каждый раз после таких приступов, они длятся где-то полчаса, ребенок как будто то ли сознание теряет, то ли засыпает. Каждый такой приступ. Тоже очень странно. Сейчас все надежды на Москву. У нас вот станционар отправил документы в Институте Пирогова, РДКБ. Все надежды, что нас там обследуют не только по неврологии с эпилепсией, да, с поражением головного мозга, который нам поставили диагноз, а сердце. Потому что вот сегодня хорошо, вчера хорошо себя чувствовал. Позавчера судороги были, прям сильные судороги. Вот по поводу реабилитации для старшего очень хочется съездить. Мы нашли клинику «Доктрина». Значит, они нам отправили анкету, которую должны наши главврачи, главврачи заполнить. Первый курс реабилитации 186 тысяч. Курс реабилитации длится 15 дней. Второй курс нужно повторять через два месяца после первого курса. Ну, у ребенка реально проблемы. И мне тоже тяжело с ним. И Сереже тяжело с ним. Сейчас он спокойный. Вот он утром просыпается, все. У нас мы каждый день такие чувства испытываем, как солдаты при боевых действиях. Мне его жалко. Я понимаю, что он не виноват, да, он так себя ведет, что у него проблемы со здоровьем. Хочется ему помочь. Субтитры создавал DimaTorzok